Малышева? Малышева? Малышев? Малышев? Такие поздравления операторы Парагона сегодня передают в течение всего дня. Блок деловых сообщений значительно уменьшился. Зато желающих передать праздничные приветы оказалось предостаточно. У нас даже летом были случаи, когда некоторые клиенты, особо веселые, они отправляли сообщения на уже новогоднюю ночь со своими поздравлениями для своих друзей. А сколько у Вас отложенных сообщений на Новый год именно на 12 часов? Около 120 уже есть. А вообще вот за сегодняшний день поздравления поступали уже? Да, безусловно, одни поздравления фактически передаем. Поздравления с Новым годом и деловые указания, касаемые подготовки к праздничному столу. Где что купить и что не забыть подвезти. Что касается застолья, то нередко операторам приходится принимать довольно забавные сообщения. «Дорогой, я пожарила тебе печенку» или «В среду будут два человека, два флакона, перезвони». Компании утверждают, что улыбка или даже смех стали постоянными спутниками сотрудников пейджинговой связи. Например, сообщение. «Я дома, позвони, будем ругаться. Наташа». Или «Срочно вытащи курицу из духовки». «Повторить три раза через полчаса». Или, например, следующее сообщение. «У меня Наташа, не могу прокормить». Сообщение на тему любви. «Целую правую коленку, обнимаю левую». Или «Лёха, жду возле ЗАГСа, Дима». Иногда сообщения передаются на неком современном изоповом языке. В этот момент операторы чувствуют себя настоящими шифровальщиками. «Это касается людей, у которых свой язык, уже общение между собой. Они говорят на кодовом каком-то языке, для нас непонятным. Поэтому возникает обычно трудность, как это записывать вообще». Бывает и такое. «Продиктуйте мне, пожалуйста, мое сообщение. Я хочу знать, кому я его отправлял». Так общаются с операторами сильно забывчивые люди. Иногда, перепутав номера, что бывает, кстати, очень редко, казусные сообщения приходят и на пейджер руководителей «Парагона». Однажды в один из выходных мне на пейджер приходит сообщение «Папа на даче, я дома». Поцелую. Что в реальности было? В реальности прочитала супруга и было длительное объяснение. Словом, пейджер становится не только предметом получения ценной информации, общения, но также неиссякаемой базой для анекдотов и источником хорошего настроения для сотрудников компании. Продолжение следует...